8 октября 1940 года известный исследователь Арктики, полярник, герой Советского Союза Отто Шмидт, приехал на тогда еще опытную станцию, чтобы посмотреть, как растут мандарины. Во время экскурсии руководитель Федор Зорин показал Шмидту молодое дерево дружбы. Тогда оно еще называлось дерево сад. Яблонь и груши, я прививал, приходилось. Научите меня, как прививать мандарины. Зорин показал свой способ прививки. А вот Шмидт посмотрел на эту процедуру, взял из рук у Зорина окулировочный нож и сказал, а можно я попробую сам сделать прививку на дерево? А вдруг вырастет моя ветка? Я обещаю вернуться сюда. Возможно, соберу урожай. Приехать сюда еще раз Отто Шмидту было уже не суждено. Однако его ветка, как и предсказывал герой, выросла и плодоносит. В 2002 году гостями сада-музея стали потомки Отто Шмидта, его внук и правнучка. Свои впечатления от посещения сада-музея девочка выразила в стихах. А еще раньше, в 60-е, группа полярников-последователей Отто Шмидта сделала прививку прямо на его ветке. Этот побег так и называется – памяти Отто Шмидта. Так с легкой руки полярника и началась традиция оставлять так называемые зеленые автографы. Дерево дружбы посвящен и уникальный музей, созданный не научными сотрудниками, а гостями сада. Юбилейная дата в этом году не только у первой прививки дерева дружбы, но и у первого подарка. Ровно 50 лет назад в Сочи пришла вот такая бандероль. В пакете оказалась горсть земли из ясной поляны. Щепотку сразу положили под само дерево. Остальное стало первым экспонатом будущего музея. Тогда идею яснополянцев подхватил буквально весь мир. Сегодня музей дерева дружбы – это более 25 тысяч экспонатов. В основе выставки – горстки земли из разных уголков мира. Здесь есть и земля из города-героя Севастополя, один из последних подарков, и грунт Антарктиды, и даже земля из-под дерева дружбы, которая побывала в космосе. Количество экспонатов постоянно растет, ведь и сегодня у дерева дружбы много гостей. И каждому хочется оставить свой зеленый автограф. За 75 лет их стало более трех тысяч, и это, говорят сотрудники, еще не предел.